Главному герою малышу, персонажу, известной и любимой многими поколениями повести шведской писательницы Астрид Лингренд, в гости прилетает Карлсон. И тут, как всегда, начинается непредвиденное. Без взрослых они зажгли свечи на торте. И случился пожар. Замысел авторов пьесы «Спасите, помогите» показать детям и напомнить родителям, как не нужно себя вести и что необходимо делать, если уж случилась беда. Данный спектакль, он идет о правилах противопожарной безопасности. То есть в игровой форме, как детям больше понятно, мы говорим на их языке, с помощью их любимых персонажей мы говорим, как нужно и как важно знать правила пожарной безопасности. Чтобы не играть с огнем, не играть со спичками, не разводить костры на открытом воздухе. Обязательно всегда, чтобы были взрослые. Театр «Бао-Баб» приезжает в Горки не в первый раз. Все его спектакли поучительны и предназначены не только для детей, но и для родителей. Такие спектакли объединяют семью. Приходить надо всей семьей. Чему-то, может быть, научат и взрослых. Чему взрослые не могут научить своих детей. И вообще, как бы, просто развлечение. Вот целый час дети и взрослые находятся вместе. Интересно было всем, особенно малышам. Ведь они могли забраться на сцену и вместе с главным героем спектакля исполнить полезную песенку. Телефон с корейбасем и пожарный наберем ее. Очень понравилось. Очень познавательно так. Ребенок прям смотрел, не отрываясь. Очень доступно, детям понятно, интересно, интерактивно. Вот это участие очень импонирует, здорово. Барюнь, скажешь, какой телефон пожарной службы? Пожарная служба телефон 01. А современный 101, да? 101. Но на этом интересный и полезный день не закончился. После спектакля всем желающим сотрудники Музея крестьянского быта из деревни Горки показали, как делать игрушку своими руками. На этот раз мастерили из цветных ниток осьминога. Через мастер-класс мы приобщаем детей и людей к нашей культуре крестьянского быта. Раньше куклы были не только как игрушка, они служили оберегами. Красный осьминог, сделанный сегодня Настей с Дессинга и ее мамой, наверняка станет их семейной реликвией. Как ты придумала его назвать? Кузя. Такие совместные творческие выходные в Музее Горки Ленинские проходят каждую субботу. Людмила Медведева, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ.